30 июля беспилотники атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии. Как сообщают телеграм-каналы, в небе были видны следы ПВО. Местные жители сообщают о мощном взрыве. Глава республики Сергей Миняйло отчитался об отражении атаки дронов. По его словам, два беспилотника якобы были сбиты в Моздокском районе. Как известно, на аэродроме Моздок прошлым летом начали базироваться дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые наносят ракетные удары по Украине. Как отмечает авиаэксперт Константин Криволап, в свете последних атак на дальнее расстояние Россия прячет свои самолеты. В частности, россиян напугал удар ВСУ по олене, который был нанесен на расстоянии в 1800 километров от украинской границы. То, что мы заставили их поднять свои самолеты в небо, это сильная пощечина по лицу. Один самолет не успел взлететь в олене и его там накрыло. Были и другие поражения. По словам Криволапа, теперь РФ передислоцировала свои истребители еще дальше. На аэродром Советский в Воркуте. Он с 50-х годов был заморожен в прямом и переносном смысле. И его опять решили использовать. Кроме того, как отмечает журналист Роман Цимбалюк, ударов по военным объектам РФ будет еще больше. По его словам, их анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки. В то же время появились новые подробности атаки ВСУ по российскому аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму. Как сообщает волонтерское сообщество Киберборошна, согласно спутниковым снимкам, критические повреждения получил еще один самолет Су-30СМ. КОНЕЦ